В федеральный закон о недрах должны быть внесены изменения. Это сможет помочь выстроить конструктивный диалог между промышленными компаниями и коренными малочисленными народами Севера. К такому мнению пришли участники первой переговорной площадки между представителями малых народностей и недропользователями с участием районов республики, экспертов профильного комитета Госдумы. Белецкий наслег Алданского района объединяет два венкистских села – Хатыстыр и Угаян, где проживает 4000 человек. Бюджет Белецкого наслега в 2017 году – 29 миллионов рублей. На все про все, конечно, не хватает. У нас все по минималке. Если мы вкладываемся на дороги, то какая-то страна страдает. И наши приоритеты – это уличное очищение, например, и дороги, и ремонт дорог. А о посыпке новых дорог у нас и речи не идет. По землям наслега проходит нефтепровод «Сила Сибири». Параллельно должны уложить газовую трубу. Такое соседство для оленеводов не самое приятное. Ведь животные, в том числе и олени – основной источник питания венков – меняют свои привычные маршруты. У нас таких взаимодействий, крупных, больших, таких не было. А мы иногда находим билеты детей, куда-то отправить. Бывает, ну, один раз. Когда-то на строительство клуба спонсоров не выступили. По мелочи есть, а по большим – нет. О правовом урегулировании взаимоотношений говорят не только представители коренных малочисленных народов Севера. Работаем, вот если участвовать по земельным ресурсам, мы работаем на землях, федеральных землях, землях лесного фонда. Сейчас активизировалась такая работа у нас в республике, что земли переоформляются в категории землетрадиционной природопользования коренных малочисленных Севера. Поэтому, ну, здесь мы должны считаться, конечно, с этими, но и здесь у нас трудности, и очень времяемко проходит оформление этих земель. Что вот непосредственно вот эти недоработки, они толкают нас как бы и на нарушение, и на своевременность оформления этих документов, арендных платежей. Сегодня в Якутии создано 55 территорий традиционного природопользования. При этом, как их защитить от недропользователей, закон не разъясняет. Поэтому и возникли трудности с исполнением республиканского закона об этнологической экспертизе. За семь лет в местах промышленного освоения, где кочуют коренные малочисленные народы Севера, провели только восемь экспертиз. Тогда как ежегодно промышленным компаниям выдаются сотни лицензий на разработку полезных ископаемых. На виду с изменениями закона ТТП планировали внесение изменений в 13 федеральных законов, включая закон о метрах, в том числе. И как раз части отражения в этом законе особенностей метровопользования на территории традиционного природопользования, чего сегодня в действующей редакции закона о метрах нет вообще. Мы, кстати, в упоминании о ТТП нет ни в законе об охоте, ни в законе о рыболовстве, ни в жировопользовании и в ряде других. Поэтому предлагалось вносить изменения в эти специальные законы. Установить четкие правила игры для промышленников на территориях традиционного природопользования поможет принятие хотя бы поправок в федеральный закон о недрах. Слово остается за законодателями. Юлия Михайлова, Илья Жараев, Якутия, День за днем, Якутск.